Девушки отдыхают Генри! Генри! Зачем ты меня оставил? Ты обещал мне! Ты обещал! Пожалуйста, потише. Лили, я все тебе объясню. Тише, не шуми. Где ты был? Просто послушай меня. Я никогда тебя не оставлю. После того, как мы нашли тело, на следующий день меня... преследовала машина. Это был твой дядя Роберт. Он ударил меня и посадил в машину. Мы проехали несколько миль. Он сказал, что если я не покину Пасадену, он убьет меня. Он сказал, что если я умру, никто меня не хватит. Сказал, что если он сделал это один раз, сделает еще. Мередит Уэллер. Сказал, что если они увидят меня с тобой, то отправят тебя в пансион. Потом он выкинул меня в пустыню. Все так и было. Клянусь. И что ты сделал? Вернулся автобусом. Я испугался того, что он сделает с нами. Поэтому собрал вещи и поехал к матери. Я думала, что ты матери не нужен. Я шантажировал ее. Сказал, что если она не поможет, я расскажу ее новой семье обо мне. Обо мне и Томме. Она дала денег, и я снял номер в отеле. А что это был за парень? Генри, ничего не было. Его отец твой психотерапевт, Пол Дарвелл. Лилли, он был психотерапевтом Филиппа Паркера 20 лет назад. Он человек твоей семьи. Они заплатили ему, чтобы Филипп Паркер исчез. Я такая глупая. Тише. Прости меня. За что? Я сомневалась в тебе. Лилли, нужно идти. Подожди, когда мы увидимся? Лилли, открой дверь. Увидимся завтра после школы. Я живу в отеле Уолнат около Раймонда в пять вечера. Да. Я скучаю по тебе. Я должен идти. Лилли. Я слышала голоса. Наверное, я во сне говорила. По-моему, ты не ложилась. Я просто задремала. Спокойной ночи, Лилли. Спокойной ночи. Данна Делэйни. Мартин Донован. Балтазар Гетти. Алисон Лоуман. Кристофер Маркетт. Николь Паджи. Аллан Симпсон. Марк Велли. Наташа Грегсон-Вагнер. Пасадена. Сериал Майка Уайта. Прошлое возвращается. Это был твой дядя Роберт. Он хочет убить меня. Он сказал, что уже делал это и сделает еще. Как твой брат Роберт? Он помешался на Меридит. Ходит за ней по пятам, как собачонка. О, боже. Моя мать так помешалась на поисках киллеров, что забыла о деловой поездке моего отца в Вашингтон. Поразительно. В общем, хорошая новость в том, что моего отца не похищали, а плохая, моя мать свихнулась. Замечательно, Дженни. Я говорю, что мой отец жив, а ты не замечаешь. Нет, правда, здорово. Хорошо, а ты как? Что случилось? Что с тобой? Ничего. Я не могу сказать. Нет, правда, расскажи. Слушай, я расскажу, я просто не могу рассказать этого сейчас. Ненавижу это. Извини. Дженни, нужна твоя помощь. Этим утром проследи за мной и родителями. Хорошо. Я отменил встречу с Джеком Камероном на завтра. Дорогой, я об этом ничего не знала. Это нарушает мои планы. Значит, сегодня мы уже не увидимся. Почему? Мы можем поехать к Реверн Гленн. Если уж мы поедем к ней, почему бы нам не повидаться с кем-нибудь серьезным? С адвокатом, например, а не с Банальщиной из Айовы. Ты же сама пела про него дифирамбы. Говорила, как он нам помогает. Он хорош. Просто много говорит об Иисусе. Что ты имеешь в виду? Сына Божьего. Он министр. Религиозен. А ты агностик и... Ну и что? Я знаю лишь, что он нужен нам, и мы должны с этим мириться. Я... Привет, папа. Привет, мама. Здравствуйте. Дженни, как дела? Хорошо. Мама звонила из Белиза. Твой отец еще не найден. О, Дженни, мне так жаль слышать это. Да, мне тоже. Дженни хочет остаться здесь, пока не найдут отца. О, конечно. После школы мы съездим к ней и заберем вещи. У тебя же встреча с доктором Дарвеллом. Дженни подвезет меня. Поедем после этого. Хорошо. К обеду жду. Да. Мне жаль того, что случилось с отцом, но все будет в порядке. Я уверена. До свидания. До свидания. Бет, я должен работать. Мой брат твой босс. Ничего он не сделает. Мне нужно идти. Если я не делаю этого утром, я сама не своя. Ты не можешь сделать это сама? Могу. Но мы и вчера этого не делали. Не все занимаются сексом каждый день. Занимаются. Нет. Может, старики нет. Но мы молодые. Мы должны это делать все время. Смотри на это проще. Ты был лучше в постели, пока не начал работать у Роберта. Нет. Я просто волнуюсь, куда девался мой брат. Извини, Том. Ничего. Хочу сообщить об исчезновении в полицию. Хочешь, я пойду с тобой? Не надо. Я люблю тебя, Том. Жаль, что все это произошло. Увидимся после работы. Лили, как дела? Хорошо. Вечером было классно. Правда? Да. Это история с самоубийством. Он манипулирует тобой. Он не манипулирует. Неважно. Но это было сильно. Давай забудем это. Конечно. Извини. Ты в порядке? Да. Ты сердишься на меня? Нет, нет. Не сержусь. Отлично. Мне нужно идти в класс. Увидимся. Привет, ребята. Привет. Как моя девочка? Хорошо. Да ладно. Сердишься за прошлую ночь? Моя сестра сволочь. Не слушай ее. Да. Я думаю, она права. В чем? Может, ты сволочь? Роберт, у меня нет денег. Я не могу учиться в колледже. Я не знаю ничего ни о чем. Подожди. Мне нечего предложить. Так. Хватит. Я не собираюсь слушать эту ерунду. Я и так потерял с тобой много времени. Чего ты хочешь? Я хочу. Да, я плачу тебе. Чего ты хочешь? Ничего. Ты можешь уехать домой сегодня же. Какая разница? Ничего не изменится, Роберт. У тебя деньги. Тебе все карты в руки. Но думаешь, ты победитель? Ладно. Победила ты. Не придумывай ничего. Я зайду позже. Хорошо. Увидимся, договорим. Ладно. Опоздал, парень. Знаю, извините. Слушай, позвони Рафаэлу из Пассадена Мерседес. Нужно обсудить кое-что. Конечно. Роберт, я немного опоздал на ланч. Ездил в полицию. Насчет пропажи Генри. Ничего? Нормально. Хорошо. Спасибо большое. Уил звонил? Мы договорились встретиться завтра в конце дня. Хорошо. Нам надо будет сделать кое-что. Так. Пусть поговорит о своих изданиях. Потом я скажу пару слов. А потом ты скажешь, что мы хорошая пара. И на этом закончим. Я не буду этого делать. Не могу лгать. Не можешь лгать? Нет. Хочешь что-то предложить? Учитывая то, что мы спали с тобой на прошлой неделе, мне кажется, это странно. Ты не понимаешь. Это знак. Бог сам хотел от нас этого. Сам заставлял нас делать это. Гленн, если бы Бог хотел проучить меня, поверь, он бы сделал это раньше. Я никогда не лгал Рэйчел. И не хочу лгать в будущем. И что будем делать? Думаю, все образуется. Расскажу жене все и попрошу прощения. О, Боже. Зачем? Рэйчел заслуживает большего. Наш брак построен на правде, а не на лжи. Тебе не мешает сделать то же самое с Уиллом. Рассказать все. Мы с тобой больше не будем спать. Я это понимаю. Но я не могу разрушить свой брак из-за твоих религиозных причуд. Гленн? Рэйчел. Привет. Кэтрин, а ты как здесь? Гленн предложил помирить меня с Уиллом. Здорово. А что ты здесь делаешь? О, мне стало так скучно, вот и заглянула. Мне нужно идти. Рада вас видеть. О, Кэтрин, ваша сестра Бет дала мне телефон и попросила помочь ей с покупками. С ней все в порядке? Да. И желаю вам приятных покупок. Поскольку я никого не знаю в Пасадене, мне нужны друзья. Может, вы тоже любите гулять по магазинам? О, просто обожаю. Отлично. Приглашаю. Хорошо. Пока. Потом я изучала Беном. Потом французский померло. Лили, я впечатлен твоими познаниями, но сегодня ты какая-то закрытая. Что такое? Просто не о чем говорить. У тебя был такой прогресс. Ты была открыта. А сегодня? Что произошло? Ничего. Может, это из-за свидания с моим сыном? Нет. А как тебе, Чарли? Половина пятого. Нужно идти. Дженни заберет меня в половину пятого, поэтому, думаю, я пойду. О, хорошо. Мы поговорим об этом в следующий раз. До свидания. Пока. Привет, Кэтрин. Это Пол Даррэл. Думаю, с Лилей проблемы. Перезвони мне. Привет. Привет. Как добралась? Дженни подбросила. Я ничего ей не сказала. Попросила высадить на углу. Хорошо. Я уже на стене леса, ожидаю тебя. Генри, я не могу заснуть. Когда я навещала мать Меридит Уэллер, она сказала, что Роберт и Меридит попали в аварию. И что он везде ее преследовал. Может, из-за того, что она отказала, он и убил ее. А твоя семья его покрывает? Он сделал это. Позвони в полицию, расскажи, что он говорил. Нет, нет. После ночи в доме твоих родителей они не поверят мне. Нужны доказательства, улики. Нужно что-то, от чего наша продажная полиция не смогла бы отказаться. Я хочу уехать. Я не могу так больше. Может, есть что-нибудь в файлах доктора Дарвилла. Что-нибудь, что заставит мою семью выдать Филиппа Паркера. Да. А ты сможешь это сделать? Не знаю. Может, Чарли поможет. Не говори ему ничего. Не скажу. Нужно идти. Дженни ждет на улице. Хорошо. Завтра приходи, пожалуйста. Постараюсь. Мать следит за мной. Лили, я сойду здесь с ума. Прячусь, боюсь всего. Я не могу так жить. Я знаю. Я боюсь за свою жизнь. Мне нужна твоя помощь. Я приду. Приду завтра, обещаю. Хорошо. Пока. Пока. Уилл. Уилл. Да. Встретимся в церкви. До этого я буду занята. Хорошо. Да, да. Отлично. Зачем это вы ходите в церковь по будням? На собрания. Семейные собрания? Что-то вроде того. Это сосиска из индейки? Нет, Дженни, из мяса. Вкусно. Мам. Ничего, если мы с Дженни после школы пойдем в кино? Дженни хочет немного развлечься. Конечно. Возвращайтесь к обеду. Хорошо. Спасибо. Пошли. Пока. Повеселитесь. Привет, Чарли. Как ты? Хорошо. Извини меня за вчерашнее. Я думал, ты меня возненавидела. Нет, мне понравилось. Правда? Да, просто кое-что меня вывело из себя. Я тебе говорила про человека, который хотел покончить с собой у нас в доме. Филипп Паркер? Да. Я узнала, что твой отец был его психотерапевтом. Лечил его в Мэпплвуде. Это совпадение. Ты не сделаешь мне одолжение? Хочешь поговорить с отцом? Нет. Нет, другое. Совсем другое. Что сказали в полиции? Сказали, что раз Генри забрал вещи, то, возможно, он уехал в Лос-Анджелес. В общем, все бесполезно. Черт. Не хотят заморачиваться. Я люблю тебя. До вечера. Привет, я Рэйчел. Том? Рэйчел, привет. Что ты здесь делаешь? Ты сама сказала, утром мы пойдем за покупками? Да, но еще нет девяти. Магазины не работают. Извини. Простите, я опаздываю на работу. Приятно познакомиться. Мне тоже. Извини, что так рано. Я зайду позже. Нет, нет, все в порядке. Мы можем позавтракать. Только переоденусь. Дженни, подвези меня в центр после школы. А когда родители уедут на собрание, мне нужно навести Чарли. Мне это записать? И если родители приедут раньше меня, скажи, что я занимаюсь с Чарли историей и буду через минуту. Лили, что происходит? Я не могу сказать. Ты просишь меня тебе помогать, и сама даже не говоришь, что происходит. Думаешь, я не могу хранить секретов? Прекрасно. Лучшая подруга мне не доверяет. Я люблю тебя, но не могу. Спасибо большое. Так, друзья, соберитесь. Сегодня у нас есть о чем поговорить. Дженни, я верю тебе. Ты считаешь, что я болтунья? Клянусь, я расскажу только не сейчас. Мне все равно, Лили. Я даже не хочу знать. Звонил Дон Бург, потом звонил Рафаэль по поводу машины. Сказал, что они не могут сбавить цену ниже 82 тысяч. Ну, пусть. Я не могу покупать машину за 80 тысяч из-за того, что она не в духе. Я не собачка. Пошли ей цветы. Как дело в полиции? Я бы не хотел об этом говорить. Привет. Сюрприз. Не мог бы ты выйти отсюда? Это не твое дело. Не приглашаешь. Чего тебе нужно? Работай. Не этого ли от меня хотят? Выполнение долга и укрепление бизнеса. Да. Конечно. Я звонил отцу и матери в Сент-Морритс. Рассказал им свой план, они прыгали от радости. Ты не рад, Робби? Время вышло. Я серьезно. Я здесь работаю с сегодняшнего дня. Так-то вот. Ты не работаешь. Так, Роберт. Меня восстановила Кэтрин. Мила с ее стороны. Она поведала мне печальную историю о тебе. О ней, о маме, папе. И Мэридит Уэллер. Поэтому ты будешь работать со мной. Хочешь ты этого или нет. Так-то. А мне нравится этот кабинет. Здесь есть еще такой же, или я займу твой? Было очень весело, Бет. Ты же ничего не купила. Все так дорого. А прогуляться приятно. Знаешь, я так ни с кем и не болтала с тех пор, как приехала в Пасадену, кроме Глена. А ты и Том. Может, скоро свадьба? Ухаживание – это пустое. А секс очень важен. Если он исчезнет, что останется? Любовь. Именно. Только любовь. Но этого же недостаточно. Что такое? О, нет, просто... Я и Глен... Нет, ничего. Что? Нет, не могу. Я плохо тебя знаю. У нас с Гленом не было секса два года. Два года? Почему? Когда мы с ним были в Заире... Ну, после свадьбы мы вместе с Корпусом Мира поехали в Киеву, около вулкана Воронка. Мы провели там несколько недель, и Глен заболел. Заразился. Теперь у него хроническая диарея. Он улетел лечиться, а я осталась одна. Бет, Конго — это самое красивое, самое сладостное и самое ужасное место. Но сладостное. А ты что? Я была как во сне все дни. Сама не своя. Ходила в бар, потому что там был телевизор. Обычно я не пью, но в ту ночь... Все хорошо. Такое бывает. Это убивает меня. Нет, неправда. Да, это убивает. Гленн — нормальный мужчина, если ты понимаешь. Но Алабанга, он был гигантом. Два года спустя я поняла, что не могу иметь детей. О, боже. Гленн думает, что я фригидна, а я нет. Нет. У меня травма. А что говорит гинеколог? Привет, Дженни. Здрасте. Я сейчас разговаривала по телефону с твоей мамой. Она поблагодарила меня за тебя и сказала так же, что твой отец в порядке. И ты знала об этом вчера. Да, просто Лили хотела, чтобы я осталась. А где она? Учится. То есть, она в кино. Дженни. У Лили серьезная проблема. Она в опасности. В ложью ты ей не поможешь. Я не знаю, что она делает. Она не говорит мне. Где она? Дженни. Я подвезла ее к отелю. К какому? Уолнет, около Раймонда. Я должна идти. Мне нужно домой, а потом повидать Чарли. Ты ему не проболталась? Успокойся. Я сказала только то, что мне нужно. Если ты найдешь хоть что-нибудь, возвращайся. Хорошо. Я провожу. Ладно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что ты делаешь? Уезжаю. В этом доме много странного для меня. Извини меня за сегодня. Не уезжай. Я запуталась, Ливи. Ты? Да. Насколько? Совсем. Дженни. Что? Тяжело врать, когда даже не знаешь о чем. Твоя мать как будто ждала меня после школы. Допрашивала, как цербер. Где ты? Что ты сказала? Сказала, не знаю. Что высадила тебя у отеля Уолнат. Она поехала тебя искать. Вот почему я тебе ничего не рассказала. Ливи, мне не нужны неприятности. Если для тебя я плохая подруга, найду другую. Дженни. Что? Отвези меня к Чарли. Хорошо. Спасибо. Итак, думаю, их осталось трое. Эллиот Миллер не в счет, потому что умер в прошлый уикенд. Не так ли? Так. Я бы хотел обсудить... Вилл, извини, опоздал. Простите, продолжайте. Извините, опоздал. Извините. Продолжайте. Так. Все. Я бы хотел обсудить в деталях качество всех трех кандидатов. Извините, кандидатов куда? На пост редактора. Ага. Редактора. Я вообще-то Нейт Грилли, на случай, если вы не знаете. Я новый... Роберт, какой у тебя пост? Вице-президент. Да. Вице-президент. Извини, Уилл. Кандидатуры. И кто эти парни? Или леди? Могу я взять кого-нибудь? Нейт? Да. Что ты делаешь? Извини, парень. Здесь целый этаж. Почему бы не побегать по нему? И если кто-нибудь узнает вас, назовет имя и скажет, что вы делаете, это очень поможет мне. Попытайтесь догнать меня. Начнем с тебя. Я Сара Каннингем, занимаюсь кадрами. Привет, Сара. А как насчет тебя? Боб Даффи, менеджер по продажам. Привет, Боб. Лили? Лили? Алло. Ты не поверишь, что за день сегодня? Бет, у меня нет времени, мне нужно ехать. Поверь, история восхитительная. Я только что от гинеколога. Да? Все в порядке? Да, в порядке. Но Рэйчел проблема. Рэйчел? Из Айова, жена пастора. Божья овечка. Гинеколог думает, это психосоматика. А Рэйчел уверена, что ее травмировали в Конго. Это его файлы. Не думаю, что ты найдешь еще что-нибудь. А что ты ищешь? Файл на Филиппа Паркера. Может, в разговорах с твоим отцом он признался в убийстве Мэри Дит Уэйлер. Может, поэтому мой отец исследовал его? Я хочу узнать, что случилось, иначе не могу спать. А почему мы не можем просто спросить отца? Нет. Чарли, поклянись, что ничего ему не скажешь. Надеюсь, ты не подозреваешь моего отца в том, что он покрывает кого-либо. Нет, нет. Потому что это смешно. Я так не думаю. Поторопись, потому что если мой отец нас застукает, я пропал. Знаешь, Лили, я не могу выкинуть тебя из головы. Чарли, помоги. Посмотри в этих файлах. Найди хоть что-нибудь о Филиппе Паркере. Хорошо. Том? Генри? Генри. Извини, Генри. Прости меня. Прости. Нужно поговорить. Только не здесь. Хорошо. Пошли. У меня неясные чувства, будто мимо меня проходит много такого, о чем я не знаю. Например, она утаивает от меня часть своей жизни. У меня лопается терпение. Осталось совсем немного. Уилл, когда ты говоришь, почему не смотришь на Кэтрин? Думаю, ваше присутствие помогает мне найти нужные слова. Кэтрин? А ты что скажешь? Я стараюсь. Работаю над собой. Пытаюсь. Может быть, попытаться помириться прямо сейчас? Нет. Ты уверена, что ничего не хочешь сейчас сказать Уиллу? Нет. Сейчас самое время. Не знаю, о чем вы. Нам не о чем разговаривать. Знаю, вы боитесь. И сейчас вы не хотите бередить раны, но ложь только усугубляет проблему. Прощение возможно, если мы начинаем замечать знаки. Что происходит? Скажи ему. Скажи, что мы сделали. Что сделали? Что? Что вы сделали? Мы спали вместе. Кто? Кэтрин и я. Это влияние алкоголя. Больше ничего. Это что, шутка? Нет. Уилл, Кэтрин любит тебя. Ее сердце принадлежит тебе, и она искупит свою вину. А я... Я подавил свои инстинкты. Заткнись, просто заткнись. Это правда? Именно. Я не хотела, чтобы ты узнал это. Здорово. Просто здорово. Кэтрин так лучше. Он зол, но он простит тебя. Я знаю. Ваш брак станет только сильнее. И... Не волнуйся. Я расскажу об этом Рэйчел сегодня. Отлично. Хорошо. Может, она расскажет тебе о том, что она делала в Конго. Как ты узнала, что мой отец лечил Филиппа Паркера? Кто ты рассказал? Кто? Генри вернулся? Ящик закрыт. Это он, да? Чарли, помоги мне, пожалуйста. Слушай, нет времени. Мой отец скоро вернется. Пошли отсюда. Нет, не уйду. Роберт Грилли. О, Боже. Роберт, ты почему здесь? Мои родители сказали. Почему они этого хотят? Не знаю. Из-за того, что случилось. Что случилось? Вы сами знаете. Не хочешь рассказать? Нет. Роберт, ты убил девочку, так, Роберт? Да. О, Боже. Это нельзя брать, пока я не поговорю с отцом. Нужно идти в полицию. Это убийство. Я уверен, у отца есть объяснение. Какая-то причина, почему он молчал. Да, потому что моя семья заплатила ему, чтобы он указал на Филиппа Паркера. Я не верю. Твой отец знал, что мой дядя убил Мэри Дит Уэллер и ничего не сделал. И он до сих пор покрывает. Он манипулировал мной, стараясь породить во мне сомнения. Ты с ума сошла? Мой отец не такой. Чарли, я понимаю тебя. Знаю, что такое, когда видишь родителей в другом цвете. Но правда здесь. Мы должны поступить правильно. Уходи. Это жизнь моего отца. Чарли. Он потеряет практику, потеряет всё. А как же правда? А как же семья? Я люблю его, и мне плевать на то, что он сделал. Отдай мне запись. Нет! Убирайся отсюда! Я не уйду без записи. Убирайся из моего дома. Я не хочу тебя видеть. И если ты покажешь запись кому-нибудь, ты очень пожалеешь. Ты разрушаешь всю семью. И свою тоже. Что ты за человек? Роберт, цветы. Нравится? Обожаю. Спасибо. Не за что. Тебе лучше? Да. За то, что я вчера наговорила прости. Я потеряла контроль, но я не хотела обидеть тебя. И я не обижу тебя. Знаю. Ты не можешь обидеть. Потому что я принц воров. Хочешь, я приду сегодня? Да. Но сначала нужно кое-что сделать. Что? У меня встреча. Я позвоню, когда буду дома. Хорошо. Пока. Пока. Смотри, что у меня. Замечательно. Хочешь спать? Я устал. Ты в порядке? Да, в порядке. Что-нибудь случилось? Нет. Все в порядке. Очень любимый наш, чье имя мы почитаем. Да светится имя Твое, пусть земля обретет рай. Дай нам хлеб насыщенный. Прости врагов наших, как и мы прощаем их. Убереги от искушений и от дьявола. Хвала тебе во веки веков. Аминь. Уилл? 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 Лили, теперь ты знаешь. Знаешь правду. Мы пойдем завтра в дом Чарли и возьмем запись. Хорошо? Береги себя. Мы у цели. Надеюсь. Я уверен. А теперь иди. Нужно быть осторожными. Ты уверен, что в этом отеле безопасно? Уверен. До завтра. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Иди. Пока. Фильм озвучен телекомпанией СТС Санкт-Петербург. 2006 год. Фильм озвучен телекомпанией СТС Санкт-Петербург.